Я хотел бы уточнить, как они будут распределяться по кругам депутаций, либо по тому, кто первый подал заявку, либо в равной какой-то пропорции на каждый округ. И второй вопрос у меня был, что у нас не запланированы деньги на муниципальную целевую программу по благоустройству и сельтарному содержанию территории. Программа, которая, как говорится, дает возможность депутату реально работать на округе и показывает, как говорится, ситуацию, что он решает какие-то проблемы. Я так понимаю, на эти программы деньги не предусмотрены. Ну, конечно, к сожалению, я могу об этом сказать, потому что единственный, конечно, инструмент, когда видна работа непосредственно депутатов на округе. Ну, ладно, у меня еще второй такой момент, именно по муниципальному программу. То есть, как мы знаем, да, что деньги не предусмотрены, деньги отсутствуют на следующий год, но в то же время, когда жители пишут обращение в администрацию, получают совсем интересный как бы ответ. Вот я сейчас так зачитаю, да, что в 24-м году благоустройство территории в рамках муниципальных целевых программ, благоустройство санитарно-содержание территории муниципального образования города Балакова будет сформировано в 2024-м году по заявкам депутатов Совета муниципального образования города Балакова на основании обращения жителей-избирательных программ. Жители получают такие ответы, и они припоют к депутатам, говорят, давайте, возьмите от нас заявку, какие мы заявки можем брать, когда все знают, что эта программа не будет финансироваться. Почему дают такие вот ответы? Это дискредитирует и главу администрации, и депутатов в том числе, потому что те, кто дает ответы, должны понимать, что подпись стоит глава администрации. Это, в первую очередь, они его подставляют. Я вам сейчас не буду говорить, кто исполнитель, но это сплошь и рядом будут такие ответы. Такое ощущение, что какая-то программа меняет только одни фамилии, и ответы как-то в какие-то, поменяйте эту программу, потому что так дальше не пойдет это дело. Я уже не в том возрасте, когда, как говорится, верят люди в чудеса. Под Новый год хочется таких вот писателей отправить не в изумруд, а в изумрудный город. Кого за сердцем, а кого за моздами. Данный вопрос рассматривался еще когда на стадии рассмотрения проекта бюджета. Я хотел бы напомнить. Данное письмо, наверное, я думаю, датируется где-то двух-трех недельной давности, правильно? Это не вчерашнее письмо. Поэтому, когда только ДХБ узнал о том, что в проект бюджета, к сожалению, к нашему тоже, к сожалению, не вносится, так сказать, депутатские средства, сразу же мы эту фразу управили. Все мы знали, и в прошлые созывы не было, как говорится, денег и средств, а ответы были точно такие же, как мы под компетентом. Я чувствую, что мы остаемся без денег на следующую группу программы. Полагаю, что у депутата решаются возможности помогать людям, в части благоустройства территории, на только. Поэтому, как приложение, мы можем депутировать в протоколе, рассмотреть вопрос на следующую группу при наличии экономики и программы, рассмотреть вопрос на направление этих средств все-таки на ту программу, где мы остаемся практически везде.